Окей, меня зовут Юра, во-первых. Я занимался версткой очень много лет, в основном верстал сайты, и может кто-то меня знает, как именно верстальщика. Последние несколько, пару лет, наверное, уже я увлекся какими-то анимациями, чем-то таким, что более челленджен для меня, чем просто верстать. Я записал кучу видео, кто-то, может, видел мои стримы, кто-то смотрел эти видосы, которые делал. Ого, ну нормально. Короче, я записывал видео, как я вживую делал какой-то лайф-кодинг и какие-то анимации там создавал. Бывало WebGL, бывало просто там SVG, что-нибудь еще такое. И вот так я развлекался на протяжении года, наверное, 55 недель подряд, каждое воскресенье в 11 часов утра я это делал. Не делайте такого, это не стоит того, наверное, но интересный челлендж такой был. Короче, кому будет интересно, можете посмотреть. В конце будет ссылка. Кратце обо мне. Я занимаюсь версткой, я не профи в WebGL, ни в коем случае. Чем больше ты этим занимаешься, тем больше ты это понимаешь, что ты вообще еще просто очень большая сфера. Но мне очень нравится учиться, и я люблю арбузы. Просто это достаточно важный факт для того, чтобы он был упомянут. Недавно я установил рекорд, я выпил 8 арбузных фрешей за одни сутки. Не знаю. Да, я не буду хвастаться какими-то React или Vue.js проектами, простите. Чем богатый. Окей. И, собственно, доклад, да? Какой-то момент, ну как происходит вообще начало работы над какими-то такими проектами? Ты чем-то занятым, важным занимаешься каким-то, может быть, другим важным проектом. Так и у меня было. Я делал какой-то очень важный проект, занятым важным делом. И тут мне написали дизайнеры, одни знакомые, очень клевая студия. И они меня вдруг спрашивают, типа, а ты можешь сделать паутинку, но такая, как будто бы за запотевшим стеклом? То есть не просто паутинка, чтобы за запотевшим стеклом. Вот когда ты занимаешься каким-то WebGL анимациями, у тебя часто что-нибудь странное такое спрашивают или просят. И я такой, конечно, в смысле, да? И потом мне показали, что они имели в виду. Оказалось, что паутинка за запотевшим стеклом — это вот это. Ну, я не тот человек, который будет судить чужое восприятие. Но, в общем, это как я бы это назвал, так как это гексагональная сетка, на которой рисуется маршрут, и эта сетка еще должна как ткань, знаете ли, как океан волноваться каким-то образом. Вот это оказалось паутинкой. И они такие, конечно, спросили меня. Да, там еще на сайте были еще другие вариации, была еще такая темная версия, которая была такая контрастная. То есть это не просто одна страничка, которую можно было сделать в видео или еще чем-то. Их там много на сайте было. И меня спросили, это сложно. И я понял, что я не знаю многое из того, как это вообще делать. Не знаю, как рисовать то, не знаю, как это вообще сделать, чтобы это не тормозило в браузере. Потому что это был один из моих таких первых, может, проектов на WebGL каких-то, когда я еще не все знал. И, типа, как рациональный человек я, конечно, сказал, что это несложно, мы это сделаем. Просто потому, что мне тяжело говорить «нет». Часто из-за этого, может быть, я и учусь чему-то постоянно. И потом, иногда я жалею об этом. В этот раз не помню, точно пожалел ли я. Но так или иначе, это было давно, и я уже не жалею. Уже, типа, раны зажили. Теперь, как же это делать? Первое, что приходит на ум, когда вам нужно что-то в 3D, это, конечно, библиотека 3GS. Есть много библиотек, которые помогают делать что-нибудь в 3D, в WebGL, это все. Но Web3GS — это такой стандарт в этой сфере. То есть она может быть большая, но зато она самая изученная. Больше всего документации, проще всего найти проблемы решить. Конечно, я выбрал ее, чтобы делать на ней. Плюс я понимал, что есть вот эта обычная верстка, там, SVG, гамбургер какой-то, а есть WebGL, который вот не тормозит никогда, который суперкруто работает. Ну, разве что вентиляторы тоже работают суперкруто. И я начал с 3GS. В нем есть такие примитивы какие-то, есть примитивные объекты, знаете, кубики, шарики. Есть плоскость. Она называется plane geometry, там, не столь важно, как она называется. По сути, в WebGL, в 3D мире все построено вокруг каких-то вершин. Вот есть вершины, и вокруг них мы как-то строим эту сцену, да, соединяем эти вершины, делаем треугольники и так далее. И я понял, что то, что я хотел, то, что мне хотят дизайнеры сделать, эту волнующуюся сцену, она на самом деле, это какая-то плоскость, которая должна извиваться. Я создал такую вот plane geometry. Если посмотреть на эту plane geometry, как на… Это просто JavaScript-объект на самом деле, как бы в 3GS, то это просто список такой, массив, правильнее сказать, из координат в 3D-пространстве. Сюрприз, да. То есть каждая из этих точечек, которая была на этих треугольниках, у нее есть свои координаты в 3D-пространстве. Ну и можно обратить внимание, что координата Z у всех ноль. Ну потому что она плоская. И я подумал, что если у меня есть такой список координат, то я бы, наверное, мог эти координаты каким-то образом менять или искажать. Например, я мог бы в координате Z, а это высота. Z это обычно, ну, в WebJet причем обычно нет, но в нашем мире типа часть Z это высота какая-то, понимается. То я бы мог создать в координате Z искажение, равное синусу координате X. И вот что-то такое у вас, скорее всего, получится. Искажение, вы увидите синусоиду такую в 3D-мире. Если добавить координате X еще время, то вы даже увидите, как это будет анимироваться, потому что синус будет ползти. Это одна из самых сложных математик, которая будет сегодня в нашем докладе, если что. Потому что вы не пугались, сейчас арктангенсы начнутся какие-то. Не-не-не, это вот. Ну уже это достаточно сложно, как я вижу, да. Сути по этим смешкам нервными. Короче, можно вот таким образом сделать, например, синусоиду. И мне-то нужен какой-то рандом. У меня оно не укладывалось ни в синусоиду, ни в что-то мне нужно, чтобы это какое-то океанское волнение было. И первая мысль — задать рандом. У нас же есть рандом. Если задать рандомное искажение, то мы увидим нечто вот в таком духе. Просто потому что рандому, на самом деле, наплевать на то, какой он был у соседней точки. Он каждый раз будет возвращать случайное значение. И тут мне пришлось познакомиться с такой интересной функцией, о которой я не подозревал, как верстальщик, но которая занимает очень важное место, наверное, и в мировой диджитал-культуре, и в разработке игр, и в графике, и так далее. Если мы представим, что мы раскрасим каждый пиксель цветом рандомным, либо черный, либо белый, например, рандом больше 0,5 — это черный, меньше 0,5 — это белый, то мы увидим нечто такое. То, что мне на самом деле нужно, чтобы моя поверхность была плавная и с волнами, должно выглядеть как-то так на самом деле, чтобы у меня не было резких перепадов между соседними пикселями. Тут видно, что это тоже вроде бы какой-то непонятный рандом, какие-то облака, но при этом он меняется плавно по соседней пиксели, с соседним у них плавное изменение. И, оказывается, такая функция уже есть, которая возвращает такой вид рандома. Она называется по-разному. Шум, noise, simplex noise или perlin noise, она еще называется, чаще perlin. Часто вы можете узнать даже, что в компьютерных играх оказываются карты сгенерированы с помощью этой же функции, потому что они рандомно генерируются теми же облаками. Можно увидеть, что какие-то отголоски этих облаков, здесь или здесь. Например, некоторые художники даже, они возвели это в вид искусства. С помощью этой функции perlin noise или шума они генерируют такие арт-объекты, которые тяжело уже отличить от природных каких-то вещей. То есть эту штуку уже тяжело понять, это скан какой-то рельефа где-то в мире или это просто математический рандом. Ну вот это просто математический рандом. Ну он там шум перлиной, если я имею в виду. Каким-то образом там сложенный, умноженный и так далее. И если применить эту функцию в нашем случае, то мы увидим наконец-то вот такое плавное волнение. Эти функции, они есть на NPM. Эти алгоритмы, это на самом деле алгоритм не очень сложный. Он там занимает, типа, как не очень сложный. Но он занимает, типа, 40-50 строк кода. В нем можно даже разобраться и можно найти онлайн эти функции. Короче, это несложно. И вот первое, что я сделал, я решил в джаваскрипте менять координату Z согласно этой функции noise. Я видел такие вот волны, и если менять их с течением времени, то оно еще и волнуется. Ну и моя функция, которая меняла мне на каждый requestAnimationFrame, как вы знаете, что сделать анимацию перманентную какую-то, да, нам нужен requestAnimationFrame. Там setTimeout или setInterval нам не подойдет. И вот я на каждый requestAnimationFrame вызывал такую функцию, которая проходила мне все вершины моей плоскости, а их там было 50 на 50, типа, 2500 примерно. И она мне для каждой координаты рассчитывала ее высоту. Там в зависимости от x, y и времени у меня менялась высота. И у меня получилось что-то такое. То есть оно начало волноваться, да, но когда я заглянул в Performance Tab, в который я вообще рекомендую почаще заглядывать всем, в Chrome, в DevTools'ах есть Performance Tab. Там можно посмотреть, что именно у вас внутри каждого фрейма вашего, вашей анимации любой, какие вычисления вообще там происходят. И вот когда я заглянул в свой таб, там видно, что 16 миллисекунд, это такой называемый бюджет фрейма, то у меня, наверное, 60% этого бюджета занимала функция animate. Ну и там видно, что вызывалась функция noise. То есть это на самом деле очень много. Это прям супер красный флаг. У вас не должно никогда больше, чем 30% фрейма быть занято, или там половины хотя бы, это максимум. Если больше, чем половина фрейма занята расчетами, то что-то вы делаете уже не так, скорее всего. Вот. И мне это, конечно, не очень понравилось. Я понял, что это реально разогревает ноутбук. Когда ты пытаешься параллельно с этой анимацией открыть какой-то поп-ап или что-то еще, у тебя все тормозит, потому что это все в мейнтрейде происходит, это все рассчитывается на CPU. И тут я понял, что 3GS, оказывается, это не то же самое, что типа GPU. То, что вы используете 3GS в библиотеку, в WebGL, это не значит, что ваши вычисления магическим образом очень быстро происходят. И что ты понимаешь в этот момент, что на самом деле для того, чтобы использовать всю мощь GPU, вам нужно использовать шейдеры. Я знаю, что это страшно немного, может, особенно для тех, кто занимается фронтендом, что тот самый путь к вычислительной мощности видеокарты на самом деле лежит через шейдеры. И вот оказалось, что мне нужно в этом случае использовать было шейдер. Их шейдеров всего есть два, несложно запомнить. То есть это не сильно вертекс и фрагмент. Один меняет геометрию, второй меняет цвета. Вертекс меняет геометрию. И оказалось, что если переписать мою функцию в вертекс шейдеры, она выглядит не сильно по-другому. Можно разглядеть другой синтаксис просто. Это не JavaScript, это уже C, ближе к C. JLSL называется язык. То будет выглядеть примерно так моя функция, которая то же самое делает. И вот важный момент здесь, что здесь нет цикла. Если помните, когда я в JavaScript показывал этот цикл, там был forEach по массиву. И вот самый ключевой момент того, что нужно знать про шейдеры, что там не будет цикла этого forEach, просто потому что этот весь смысл шейдеров в том, что этот forEach, он реализован хардварно. То есть смысл шейдеров в том, что вы пишете одну функцию, а уже видеокарта исполнит ее для каждого вашего вершины или пикселя, или чего угодно отдельно. То есть это такой ключевой момент. Я сказал, что когда я переписал функцию с JavaScript на JLSL, то в Performance Tab это выглядело вот так. То есть просто ноль, можно сказать. То есть там были какие-то служебные функции, которые меняли время или что-то в таком духе. Но по сути у меня полностью в основной трейд разгрузился, и все анимации, которые были другие на сайте, а там что-то еще всплывало, конечно же, подъезжало, они все перестали тормозить, потому что вся эта анимация, она исполнялась целиком на видеокарте. При этом, конечно же, видеокарта стала быть загружена, но, как оказывается, видеокарты наши гораздо мощнее, чем мы можем себе предположить, даже на телефоне. И поэтому это была настолько незначительная нагрузка, что это просто, ну, можно ее даже не учитывать. Короче, получилось сделать эту анимацию, да, и вот для сравнения, типа, сколько это занимает на CPU и сколько это занимает на GPU, да. И у меня получилось сделать такую анимацию с волнами. Они даже росли как-то так, этот Perlin Noise во времени меняется. Можно ускорять, можно больше, меньше делать амплитуду этих волн и так далее. Но это самый простой способ сделать случайный рельеф, который у вас будет меняться во времени. С этим получилось. Но оказалось, что это же еще не все. Это только я сделал волнение моей поверхности. Оно вроде как было такое, как надо, но только волнение. Потом, если вы помните, там эта поверхность, она была еще и разукрашена. Я понял, что мне нужно еще как-то ее разукрашивать. Орнамент выглядел примерно так. Такие шестиугольнички, которые с такими вершинками прикольными, треугольными. И я понял, что, ну, как бывалый верстальщик, я понимаю, что я могу выделить из этого паттерн, который можно сделать, репит, да, который можно репитить. И я выделил этот паттерн без проблем вообще. Он не квадратный, правда, оказался. Я его наложил как текстуру. Там в WebGL можно текстуры накладывать на мою эту поверхность. И, ну, на первый взгляд, может показаться, что здесь все хорошо. Я не знаю, какую позу принять. Ну, на самом деле, этот результат меня очень сильно не устраивал, и дизайнеров тоже, потому что не так хорошо видно, но текстуры в ближайшем рассмотрении, они кажутся размытыми. Из-за того, что это, как, знаете, как когда у вас экран на рейтине, да, а вы смотрите на обычный JPEG какой-то или PNG-иконку какую-то. Она немножко такая заблуренная, размытая. И здесь происходило то же самое. Это такое вроде очень мелкое различие, но для крутой анимации это как раз очень важно, потому что здесь смысл ее в том, чтобы она клево выглядела. И меня это, конечно, не устроило. Тут я прочитал, что, да, это то, что меня не устроило, я прочитал, что на JLSL в том же самом можно, оказывается, сделать все четенько, но для этого нужно снова использовать шейдеры. Но так как... Да что ж такое? Но так как шейдер Vertex мы уже использовали, нам понадобится второй фрагмент шейдер. То есть на самом деле этот доклад, он такое, это типа маленькое путешествие, чтобы вы поняли, для чего вообще могут нужны быть шейдеры. И вот в этой анимации я решил использовать такую функцию step. JLSL это самая базовая функция, одна из первых, которую только изучаешь. Ну не считая плюс-минус, есть вот step. Эта функция, если ее переписать на JavaScript или какой-то псевдокод, выглядит примерно так. Она типа 0 и 1 только возвращает. Если одно больше другого 0, если меньше, то 1. Причем я, честно признаю, я даже не помню, в какую сторону. Может быть я 0 и 1 перепутал в данном случае. Ну типа не суть важна. Главное типа 0 и 1, больше-меньше, все. И в WebGL у нас есть система координат какая-то нашей поверхности. Она обычно от нуля до единички считается, так классически принято. У нас, например, 0, 0 и 1 и так далее. То есть как система координат такая математическая. И теперь, если мы будем вызывать эту функцию step, но передавать в нее координату, и тут важный момент, фрагмент шейдеры, они исполняются для каждого пикселя на экране. То есть вот у вас там миллион пикселей, это значит, что фрагмент шейдер исполнится миллион раз. Это звучит страшно, но видеокарты это как бы ок вполне. Они многоядерные, и поэтому это ок. То есть эта функция step, не будет никакого цикла по всем пикселям экрана, я просто в шейдер передам одну функцию step, и она исполнится для каждого пикселя экрана, но с разной координатой. То есть у каждого пикселя будет своя координата. И, к примеру, если я вызову step типа 0,4 и координату x передам, то если x больше, чем 0,4, ну будет там белая, да? Если меньше, чем 0,4, будет черная. Белая и черная — это 0,1 просто. Вот так просто. Ну и то же самое будет наоборот, например. Если ты можешь отнимать от нуля единички, ты можешь отнимать, да? Тоже сложная математика очень, но можно ее пробовать произвести мыслями, и мы получим такую штуку. И это, напомню, исполняется для каждой точки на экране, для каждого пикселя на нашем экране. Теперь что будет, если я перемножу вот это и это? Ну, может быть, вы попробуете сделать эту ментальную математику. На самом деле, то есть умножение будет произведено для каждой точки на экране. Те точки, которые равны нулю, если их умножить на что угодно, они останутся нулем. Те, которые равны единичке, если их умножить на единичку, они останутся единичкой. Ну и если сделать это умножение, то мы получим вот такую штуку просто, полоску. То есть там, где была общая часть белая, там она останется белая. Такое вот шейдерное рисование такое. И если произвести эту же математику еще раз по вертикали и горизонтали, то мы получим белый квадратик. Как нарисовать белый квадратик с помощью шейдеров, если что, такой туториал небольшой. Это выглядит страшно и непривычно. На самом деле, это очень базовые простые штуки. То есть в любом, вы загуглите how to make rectangle with JLSL, то вы найдете сразу же что-то такое. И тут столкнулся с новой проблемой, что дело в том, что все мои объекты, которые были на полотне, эти треугольнички и так далее, они все были повернуты под разными углами. И тут оказалось, что плавная линия, черно-белая, ну типа плавная кромка между черным и белым, если ее делать с помощью степа, она выглядит как-то так. То есть если увеличить, это просто, ну потому что каждый пиксель только 0 и 1. Нету серого, ничего. То есть либо 0, либо 1, либо черная, либо белая. И оказывается, четкая, максимально четкая черно-белая линия на вашем экране выглядит не так. Оказывается, для того, чтобы линия была четкая, там должны быть серые пиксели еще какие-то. Потому что иначе она выглядит рваной и немного порубленной. Нету сглаживания. Это то, что называется сглаживанием. Или как шрифты, когда рендерятся, они такие все размытые немножко, для того, чтобы были четче. В общем, оказалось, что функция степ меня не подошла, и мне пришлось изучить другую функцию, которая называется smooth step. Ее единственное отличие в том, что она возвращает 0, 1, а потом еще между ними как-то вот такой градиент делает. И если ее сильно-сильно сжимать, продолжать этот градиент, то получается, наконец, плавная сглаженная линия, которая на любом экране выглядит максимально идеально ровно. И с помощью этого smooth step я смог сделать, наконец, абсолютно ровную черту. Разницы не видно. Это понятно. Но на экране, на рейтинге или на каком-то хорошем качественном экране ее всегда будет видно, потому что гораздо качественнее будет эта кромка. Таким образом, у меня получилось нарисовать гладкий белый квадрат на GLSL. Это серьезное достижение, на самом деле, которое можно было вращать и так далее. Потом я сделал три белых квадрата на GLSL, просто поворащал их, добавил друг к другу. Это как бы кажется просто, но когда вы это первый раз сделаете, для вас это тоже будет прям достижение. Потом я даже использовал бумагу и ручку. Мне нужно произвести небольшие расчеты. Помните там этот паттерн? Тот, который повторяется, я его как-то выделил. И я просто вручную нарисовал все эти объекты. Выглядит страшно. На самом деле это типа 15 минут времени занимает. Посчитать там. Все там связано с корнем из трех на два обычно. Если кто помнит школьную математику. Да. Потом картинка, объясняющая все, что произошло между. И у меня получилось сделать такой вот паттерн в итоге, который повторялся и который рисовался уже на GLSL. То есть специально я оставил типа дебаг режим, чтобы было видно, что это на самом деле повторяющиеся такие квадратные картинки, которые я рисовал программно, процедурно. Из-за того, что они рисовались процедурно, то их на самом деле можно было менять. То есть у меня получилась такая штука. По факту я мог потом менять все толщины этих объектов, размер шестиугольников. То есть это не просто была PNG-шка. Я мог менять все, вот все, что здесь есть. Можно было соединить эти шестиугольники и так далее. Можно было сделать такой, даже какой-то израильский след здесь образовался на этой картинке. То есть я просто увеличил шестиугольники и получил... Бесконечное количество орнаментов появляется. Это еще называют generative art иногда, когда ты не знаешь точно, что делаешь, но красивенько. И да. Потом я узнал, правда, что мне обязательно было делать все эти сложные расчеты, что оказывается есть способы, как можно делать векторные, ну векторные в кавычках картинки в вебе, в WebJL. Это называется Signed Distance Field, Signed Distance Function. Разные есть названия. И мне просто было любопытно, как расширение кругозора, что для того, чтобы сделать четкую картинку звезды, мне в исходнике нужна вот такая картинка звезды, на самом деле, максимально размытая. Это для меня был такой какой-то небольшой парадокс. Смысл в том, что потом мы определяем, что если пиксель, например, темнее, чем 0.5 белого, то это мы находимся на границе нашей звезды. И таким образом программно потом рисуется звезда. Причем можно рисовать звезду любого размера. И вам может показаться, что это какая-то редкая херня, которая никогда вам не пригодится, и вы ее нигде не используете. На самом деле вы пользуетесь ей все время сейчас в вебе, потому что на всех картографических сервисах практически шрифты рисуются как раз с помощью Signed Distance Field Function. Может быть, вы когда-то видели такие картинки и думали, на хрена вообще размытая картинка. Но на самом деле шрифты чаще всего, например, в картах Mapbox, такие есть, Leaflet Mapbox, там шрифты сохранены именно так, потому что это самый удобный способ рисовать шрифты в WebGL для того, чтобы они оставались четкими. Потому что рисование шрифта в WebGL – это всегда проблема. Кроме того, интересный такой парадокс, что если у нас исходная картинка 108 на 108 пикселей, это реальный размер, типа масштаб справа вверху, то мы из нее можем получить результирующую картинку усов, например, этих, гораздо большую. То есть, например, картинка 128, а картинка усов результирующая, четкая, может быть 800 пикселей, то есть во много раз больше. То есть формат, на самом деле, он очень хорош еще и для сохранения графики. В вебе, правда, он применяется больше в WebGL, а в компьютерных играх он повсеместно применяется для множества объектов тоже. Да, и таким образом, несмотря на это, я уже успел написать этот код, который мне рисовал этот паттерн, и у меня получилось что-то такое. То есть я уже был… Мне казалось, что я близок к успеху, потому что я нарисовал паттерн, в котором уже поверхность извивается, она максимально четкая, типа вот внимательный зритель может даже заметить, что прям вот теперь четче. Я старался сделать это четче. И, короче, вроде бы все ок уже. Но оказалось, что я забыл, что у них было еще требование, что когда ты вводишь мышкой, там должен прокладываться путь. Я не знаю, зачем это. И на самом деле, ну так, типа, правде говоря, вот эта анимация, она не выглядит как что-то впечатляющее, да, то, что вы видели на WebGL. Примеров впечатляющих гораздо больше. Но эта анимация, тем не менее, видите, мы уже использовали два вида шейдеров и какие-то функции simplex noise, и уже узнали про sign, distance field, вот эти размытые картинки, из которых можно генерировать четкие. Короче, что можно изучить благодаря этой анимации. И это еще не все, да. И потом мне казалось, что нужно прокладывать путь, и соты должны подсвечиваться. Ну, типа, такого, что есть путь, типа, не знаю, где биткоин по 20 тысяч, а мы находимся где-то здесь, типа, и вот они хотят как-то мышкой проложить этот путь. Смениться те, у кого есть биткоины, наверное, да? Потому что грустные смешки какие-то. Да, и нужно было прокладывать такой вот путь. Причем здесь они нарисовали некрасиво, а хотели они, чтобы это было красиво, как раз чтобы это каждый из этих треугольничков, или чего это, я не знаю, подводные бомбы, не знаю, мне почему-то бомбы напоминают, которые против подлодок использовались. Короче, каждый из этих штучек сереньких, чтобы она была вот оранжевенькой. И тут я нашел, типа, да, я пошел искать, это же гексагональная сетка, это шестиугольники, нашел статью про чувака, который 20 лет собирал информацию. 20 лет! И кроме шуток, это очень интересная статья. То есть это увлекательное чтение. Даже если вы никогда в жизни не будете сталкиваться с гексагональными сетками, это просто интересное чтение с точки зрения алгоритмов, математики, подходов людей, как они решали проблемы. Там очень много интересного. Я узнал про гексагональные сетки. Например, что они использовались в большинстве компьютерных игр, особенно в старых играх, очень часто. Тут вот, например, не очевидно, ну, мне уже очевидно, но вам, может, интересно будет обратить внимание, что это гексагональная сетка, на самом деле, в компьютерной игре. Или здесь, например, вроде бы все круглое, но на самом деле это гексагональная сетка, опять же, в игре использована. Или там цивилизация какой-то, тоже сетка и шестиугольник. Это очень популярный, на самом деле, способ разбивать поверхности на шестиугольники. Кроме того, интересно было, что вот здесь, на первый взгляд, шестиугольники, а на второй это как бы вы смотрите в изометрической проекции на 3D-кубики. И оказалось интересно, что если взять трехмерный куб, который состоит из множества маленьких кубиков, и сделать его, рассечь его по диагонали, то вы увидите множество шестиугольников, на самом деле. Такая какая-то интересная штука, взрывающая мозг немного штуки. То есть это все связано, типа гексагональные сетки, 3D-мир, оно все как-то переплетено очень сильно. Очень интересно по этому читать про эти алгоритмы. Кроме этого, в этой статье я нашел алгоритмы, как же рассчитываются алгоритмы для поиска пути по гексагональным сеткам. Обычно они просто проводили линию между началом пути и концом пути и смотрели, куда попадают эти точки. Так типа пэсфайдинг работает в компьютерных играх. Ну типа самый примитивный пэсфайдинг. Сейчас сложнее все гораздо. И тут я понял, что мне это вообще не подходит, потому что у них путь прокладывается по шестиугольникам, а мне нужно было путь прокладывать по ребрам шестиугольников. То есть этот путь будет другой, он не будет совпадать с этим. Короче, это будет другой путь совсем. Потому что у меня нужно было вот такой путь прокладывать. Видите? Не шестиугольники, а ребра шестиугольников. В этот момент случилось отчаяние, и нужно все написать самому. Ну и я начал с того, что я сделал Canvas 2D, еще использовал здесь внезапно. Я нарисовал заново в Canvas 2D гексагональную сетку. То есть эти точечки, они расположены по шестиугольничкам, которые разбивают плоскость. Потом я превратил это все, сделал соединение. Но я использовал эти соединения. То есть как бы не суть важно, что я здесь нарисовал. Главное, что я использовал библиотеку для построения графов. То есть я просто сделал из этого граф. А что такое граф? Граф — это просто множество каких-то вершин, и потом еще информация о том, какие из них соединяются с какими-то. Вот я соединил просто с ближайшими тремя. Каждая с тремя соединена. Я получил такой граф. И смысл графа в чем? Что есть уже алгоритмы для поиска пути по графу. Если у вас есть две вершины графа, вы всегда можете, типа, хочу найти их путь. И вам вернет библиотека их путь. Я использовал библиотеку, какой-то там n-граф называется. Примерно так это выглядит, такой упрощенный код. Типа создаешь 3000 или 1000 нодов, создаешь линки между ними. И потом ты можешь передать старт-финиш, и тебе реально очень быстро это все рассчитывается. Для такого количества ты можешь получить путь. Таким образом я начал считать путь. То есть я смог в Canvas 2D прокладывать путь между двумя любыми точками. Какой же будет путь по гексагональной сетке. Тут я тоже узнал, что оказывается есть бесконечное количество путей одной длины. Ну не бесконечное, а очень большое количество путей одной длины между двумя точками. Но это не суть важно. Короче, я смог строить пути в 2D мире по этой гексагональной сетке. Но я напомню, что у нас это все в 3D вообще. У нас там WebGL, который я рисую вообще на шейдерах. И тут такой интересный переход случился. Как перейти из 2D мира в 3D мир. То есть, во-первых, я стал рисовать мой Canvas 2D всегда только те вершины, которые являются моим путем. То есть только их я закрашивал черным, все остальное закрашивал белым. То есть то же самое, только я перестал рисовать все остальные вершины. Этот Canvas, кстати, он был невидимый. То есть его не видно на самом деле пользователю, когда он видит. После этого такой важный момент, что я смог… Типа, если у вас есть Canvas 2D, вы можете передать его снова как текстуру в WebGL и использовать там информацию из этого Canvas. И я передал этот Canvas в свой WebGL, в свою эту сетку и наложил как вторую текстуру на свою плоскость. То есть у меня эта плоскость стала иметь две текстуры. Одна текстура, которую я рисовал процедурно, вот это вся эта гексагнальная штука. А вторая текстура, вот эта, которую я рисовал в Canvas 2D, производя поиск пути. Я их там совместил по масштабу для того, чтобы они как-то совпадали. И получилось, что у меня есть там синие кружочки, которые покрывают мои вершины. И дальше это уже дело было простой математики. Мне нужно было одну текстуру умножить на другую, умножить на цвет, который мне нужен. То есть я смог, так как эти кружочки полностью закрывали все мои вершины, я смог просто этими кружочками разукрасить свои вершины. То есть я просто сделал кружочки оранжевыми, умножил на поверхность свою и получил вот такой путь. То есть немножко взрывающий мост такое соединение. Но получилось, что у меня был 2D Canvas, в котором я искал путь, который я затем передавал к себе в WebGL как текстуру, которая там производила какие-то расчеты, и в итоге разукрашивала мои вершины, которые вообще процедурно нарисованы. Но на самом деле это не очень сложно. Когда объясняешь, кажется, что вау, зачем вообще это все было. И в итоге получилась какая-то такая анимация. Не могу сказать, что это самое впечатляющее, что я делал, но я и был доволен. То есть это было именно то, что они сказали. Там был даже туман какой-то, который запотевшее стекло. И вот эта паутинка, которая гексагональная сетка. И хочется спросить, ради чего ты это все делал? Зачем? Потому что это была просто на сайте какая-то анимашка. Но дизайнер потом мне сказал, что спасибо, клево получилось. И, конечно, это не все, что можно делать с помощью шейдеров. То есть это такой, можно сказать, такой пример, что ли, как можно, для чего вообще они могут применяться. Я когда видео записывал или когда много каких-то примеров, с которыми игрался, есть много вещей, которые тоже можно делать. Например, когда вы работаете с каждым пикселем вашего экрана, у вас внезапно открываются такие возможности, когда вы можете делать искажения, которые, в принципе, невозможны больше никак. То есть SVG нет. SVG только для маленьких картинок вам подойдет. Если вы хотите что-то в фоллскрин такое делать, то просто нереально. Или какие-то такие, это с одного известного сайта, анимация, taotajima.gp такой есть. И я, кстати, в видео написал, как это сделать, если кому-то будет интересно, как вот именно сделать, именно вот прям такую анимацию. И даже статья на Medium есть. Ну, короче, смысл в том, что вы, когда вы работаете с каждым пикселем, и вам открываются, типа, возможности шейдеров, то вы можете сделать, на самом деле, невероятные вещи. И даже это не все. И потом ко мне пришел заказчик следующий, который попросил внимания. Хочу овечку Гальватрона. И в качестве референса, в качестве референса они прислали трейлер к трансформерам, с оказанием секунды точной, вот на которой понятно, как они хотят, чтобы какая была овечка, там как раз Гальватрон превращался в... Что он превращается? В истребитель какой-то? Кто-нибудь знает, во что превращается Гальватрон? В смысле? Слишком серьезные. Или все стесняются признаться, что они знают это просто? Ну, короче, кому интересно, покажу потом, что они имели в виду на самом деле, а не то, что... Ну, звучало это именно так, овечка Гальватрон. И спасибо вам за внимание. Это мои твиттеры и всякие штуки там, где видео лежит. Надеюсь, вам понравилось. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ